Всем привет! Сегодня 15 апреля, Московская область. Начинаю посев семян огурцов. Выращиваю я их через рассаду и довольно-таки давно не делаю прямой посев в грунт, потому что семена куда-то всегда пропадают. То же самое касается и тыквы, кабачков, дынь, арбузов, кукурузы, зеленого горошка. Все через рассаду, чтобы уже наверняка выросло. Итак, огурцы в этом году у меня практически все новинки. И это гибриды, потому что они более устойчивые, чем сортовые. Купила профессиональные семена. Это огурец мамлюк. В профмагазине брала по 5 штук фасовка, высевать буду по 4 и выращивать их в теплице вместе с перцами. Затем огурец салон. Это невысокие огурцы. Тоже гибрид. Огурец страж. Тоже 5 штук фасовка, 4 высевать буду. А именно огурец гибрид я буду выращивать в открытом грунте. Это пчелопыляемый гибрид. Это невысокое растение. Но, в общем, для открытого грунта идеально. Здесь я купила изумрудный поток этой серии китайских. Выращивать буду в теплице. Они все между собой очень похожи. Нашей семье нравится такого плана огурцы. Они такие длинные, крупненькие. Но, несмотря на это, у них очень тонкая кожица. Семян нет. Для салатов идеально. И просто сорвать с растений и сразу съесть замечательный огурец. И знаю, что его можно мариновать, солить. Но мы его свежим едим. А эти огурчики все гибриды. Это универсальное у них назначение. Можно тоже солить и есть. И все, что хотите. Люфу я буду выращивать в этом году уже третий раз. Пытаться вырастить ее. Значит, первый раз я ее высевала в открытый грунт. Ничего не получилось, потому что у нас слишком холодно. А второй раз я уже выращивала одно растение в теплице. Это очень высокорослое растение. Достигает трех метров. Знаю, что сделала что-то неправильно. Знаю, что. Но в этом году хочу все исправить. Значит, люфу нужно опылять. Брать кисточку и самостоятельно опылять. Потому что в теплице опылителей нет. И она очень и очень плохо завязывает плоды. Можно использовать в молодом виде, как типа кабачка. Но мне кабачок абсолютно не нужен. Поэтому я выращиваю до полного созревания, чтобы получить эту мочалку. Знаете, что когда она созревает, люфа, кожицу надо убрать. И получается вот это мочало. Натуральное мочало, которое продается на югах. Я думаю, каждый видел. Хочу такую мочалку вырастить. Вот третий раз, я думаю, я ее получу. Затем немножко цветочков сегодня посею. В этом году я сильно не распыляюсь. Это, конечно же, бархатцы. Мне понравились такие. Вот они интересные. Называется Озорная Мариетта. Затем бархатцы тонколистные. Первый раз буду высевать. Посмотрела у кого-то видео. Очень мне понравилось, как они выглядят. И также бархатцы отклоненные махровы. Лимон дроб. Это от фирмы Поиск. Это прошлогодние семена. В прошлом году они у меня очень плохо взошли. Наверное, одно или два растения, если было, то их хорошо. Вот в этом году досею не получится. Ну, все, значит. Схожесть была отвратительная. Бархатцы я выращиваю исключительно в огороде. Не люблю бархатцы в цветнике. Вот как-то мне не нравится. А вот в огороде, где-то среди грядок отлично смотрится. И даже высадка в теплице. Когда я вхожу в теплицу, я вдоль бортика высаживаю вот эти низкорослые маленькие бархатцы. И они замечательно смотрятся в самой теплице. Ну, вы видели, я вам все лето показывала растения в теплице. Замечательно. Ни от каких они, знаете, вредителей не уберегают. Это чисто для красоты. Георгину обязательно жаворонок. Это однолетник. Всегда выращивала веселые ребята. Но в этом году посажу жаворонок. Куртинками тоже я выращивала. Возле теплиц, в огороде. Замечательно смотрятся. Они небольшие, яркие, красивые. Замечательные георгинки. Может быть, в этом году даже в цветник посажу. Значит, тыкву буду выращивать. Огурцы, арбузы, дыни, кукурузу я в этом году выращивать не буду. А вот тыквы буду высевать. Я их буду с 20 по 25 апреля. То есть пока еще рановато. Это, конечно, мое знаменитое арахисовое масло. Тыковка. Вот из своих семян осталось всего лишь два семя. Все остальное отдала людям, которые тоже хотят вырасти эту тыкву. Посажу два оставшихся, две оставшиеся вот эти семечки. Если получится, соберу семена. Вы знаете, что с тыквы просто так с сорта не соберешь семена. Нужно опылять, закрывать женский мужской цветочек. Ну, в общем, поработать, так сказать, пчелкой, чтобы получить чистый сорт, а не какую-то помесь, да, какой-то гибрид. Замечательная тыква. Очень сладкое применение ее для свежего потребления. Просто отрезайте кусок и едите. И для запекания, и для каш. Замечательная тыква. Она найсластейшая. Очень вкусная, хрустящая. Классная. Но ее нужно правильно вырастить. И также в этом году неаполитанский мускат тыкву взяла. Это крупноплодная тыква. Это итальянские семена. Здесь его, видите, три штучки, профессиональные семена. Купила исключительно для получения сока. Я хочу закрыть в бутылке в литровый сок тыквенный, поэтому купила эту тыкву. Она очень сочная, что нужно. Мне и очень-очень ярко-оранжевого цвета для красивого сока. Для получения красивого сока. И еще третий ее плюс. Это то, что она не имеет вот этого тыквенного навязчивого запаха. Скорее всего, у этой тыквы такой арбузный аромат будет. Это все, что нужно для вкусного получения сока. Не пойдет, конечно, эта тыква на цукаты или еще что-то. Потому что... Но еще раз повторюсь, что она сочная. Вот взяла. Буду пробовать. Она крупноплодная, до 20 кг вырастает. Поэтому, чтобы вы знали. Обязательно каждый год высеваю какую-нибудь декоративную тыкву. В этот раз от Гавриш. Бородавчатая ассорти. Смотрите, какая она вся такая разная. Красивая. Здесь 0,4-0,5 грамма. Это, наверное, три семени, скорее всего, здесь. В прошлом году я выращивала тоже от Гавриш. Если вы помните, делаю обзор, я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Вот такую красную шапочку. Здесь было всего три семени. Все они взошли. Все три. И я получила тыкву. Вы сейчас ее видите. Что хочу сказать. Красивая. Очень декоративно она смотрится. И на кухне. И даже в комнате красиво смотрится. На подарок эта тыква тоже идеальна. Знаете, как леди радуются, когда они получают такую тыкву в подарок. Но у нее есть один очень-очень большой минус этого сорта. Это она не лежит долго. Смотрите, я ее собирала в сентябре. По-моему, есть видео. Зайдите, посмотрите. И вот 15 апреля она начала портиться. То есть здесь еще нет вот этой мягкости. Прения. Но я вижу, что она начинает портиться. Вот эта донышко. То есть через месяц все. Она уже будет негодной. Я ее выброшу. Я считаю, что декоративная хорошая тыква должна лежать минимум один год. Это вот сколько сортов я пробовала декоративной тыквы. У этой тыквы самая маленькая лежкость. Вот кто будет выращивать, чтобы вы знали. Но внешне, конечно, она очень красивая. Напоминает такой тюрбан. Замечательно смотрится в интерьере. Ну, для интереса можно посадить и вырастить. Почему бы и нет, да? Так, дальше. Это с тыквами все у меня. Буду высевать сегодня также базилики. Я люблю разные базилики разных вкусов, ароматов и так далее. Это аромат корицы. Лимонный аромат. Замечательный просто базилик. Посейте. Это обычный базилик типа ереванского фиолетового. И у меня здесь еще не хватает базилика. Это карамельного. Свои семена. Я уже его высеваю третий год. Собираю два года свои семена. Замечательный базилик. Попробуйте. Называется карамельный. Аромат невероятный. Базилик я тоже выращиваю через рассаду и обязательно в теплице. Потому что у нас, чтобы получить хороший, пышный, жирный, такой высокий базилик, у нас не хватает тепла в открытом грунте. А вот именно в теплицу, знаете, не к помидорам высаживать, а именно где перцы, огурцы, где у вас большая влажность в теплице. И тогда он получается очень красивый. Очень жирные листва у него получаются замечательно. Тоже сегодня посею. Обязательно буду высевать подсолнечник. Называется золотая гирлянда. Он такой высоковат, 2,5 метра. Но у него по всему стеблю вот такие небольшие подсолнушки. Смотрится великолепно. Вот кто еще составляет букеты, тоже посадите, посейте, вырастите этот подсолнечник в составлении для букета. Замечательно смотрится. Потому что шляпки, они такие, знаете, и не мелкие, и не крупные. Они среднего размера. Вот то, что надо. И просто в букет поставить только из подсолнуха вот этих. Замечательно смотрится. Мне нравится. Также оранжевое солнце. Я высеваю его уже, наверное, года 3 или 4. И только в этом году я попробовала оставить эту шляпку и собрала вот свои семена. Посмотрим, повторит ли он материнские качества. Если все будет хорошо, то буду всегда собирать свои семена и не буду покупать. Набитый такой подсолнечник. Шляпка очень красиво, махрово так смотрится. Они не сильно высокие. Примерно 1,80 метра. Можно любоваться и издалека этим, и когда вы подходите близко. Потому что многие декоративные подсолнечники, они вырастают очень высокие. До 3 метров. И вы только издалека можете рассмотреть его шляпку, да? Полюбоваться. А этот прям и вблизи, и вдалеке. Замечательно. Купите, не пожалеете. В огороде прекрасно смотрится. Ну, я думаю, подсолнечник, он вообще не для цветника. Вот в огородной зоне красиво. Так, ну, теперь давайте я покажу, как посею огурцы. Ну, здесь, собственно говоря, ничего такого нового, но все же. Значит, использовать для посева я буду свои любимые рассадные пакеты. Именно пакеты для кабачков, огурцов, тыквы, арбузов, дынь я использую пол-литровые. Это пол-литра здесь. Набиваю их землей не до краев, конечно, с возможностью подсыпания земли. Значит, землю я набила здесь. Земля приготовлена мною с осени. Я вам показывала мешки стоять в теплице. И просто сюда добавила агробалторф. Это оранжево-желтого цвета, без минеральных удобрений. Смешала вчера и забила все эти пакеты пол-литровые. И вечером сразу же пролила раствором фитоспорина. Накрыла клеенкой и дала отдохнуть. Землю в рассадных пакетах я всегда готовлю заранее. Минимум, ну, максимум за три дня до посева, ну, минимум за день. Ну, в общем, накануне я все пакеты приготовила, чтобы сегодня посеять семена огурцов. Огурцы, точнее, семена огурцов я замочила. Разбаивала три капли HB101 в пол-литре воды и замочила вечером семена огурцов. Они, конечно, не проклюнулись, но они хорошо довольно-таки набухли. И мне этого будет достаточно. Высевать я буду по одному, конечно же, в рассадный пакет. Я все подписала. Я вам показываю неоднократно, как подписываю. Так, вот у меня здесь поток, это номер четыре. Делаю небольшое углубление, буквально сантиметров полтора, может быть, два. И плашмя кладу семя огурца. И закрываю этой же землей. Земля влажная, потому что я вчера ее пролила. Все, больше ничего не нужно. Не утрамбовываю, ничего, все, закрыла. Ну, и так далее буду сеять. Значит, здесь я приготовила тоже для люфы. Покажу, как она выглядит. Вот. Семена у люфы довольно-таки крупные. Они... Сейчас, нет, не сфокусируется. Они черного цвета, плоскоокруглые. Я ничего здесь им не подрезаю, хотя корка у них довольно-таки толстая. Ну, а, как правило, вот сколько я села, они замечательно проклевываются. Точно так же, как огурец, я делаю ямку, плашмя кладу семя, примерно в два сантиметра глубина, и накрываю землей. Вот и весь посев люфы. И огурцов. Ничего, собственно говоря, сложного нет. Так, что я еще сегодня делаю? Это я уже попозже сейчас все сделаю сама. И так же делаю сегодня бирки. Подготавливаю к посеву. Уже скоро буду высаживать рассаду в начале мая. И каждый сорт я, конечно, подписываю. Это томаты и перцы. Все новинки. Потому что у меня каждый год есть новые сорта. Свои-то я уже узнаю даже, которые сею ежегодно по растению, по листве, как ведет себя растение. Ну, а новинки я обязательно подписываю. Использовала каждый год. Я всегда делаю из колготок вот такие резиночки. Потому что цепляю я на сам стебель, допустим, томата. И он очень мягкий, не передавливает, не перетирает стволик. И все замечательно. И всегда вырезала из бутылки пластиковой вот такие бирочки. И здесь уже несмываемым маркером я подписывала номер, к которому относится тот или иной сорт. Но что-то мне так разонравилось. Я решила взять и сделать бирки из разделителей. Это когда в тетради есть такие разделители, они как мягкий пластик. Я просто нарезала квадраты, сделала степлером отверстие и также нацепила эту же резиночку из колготки. Можно так сказать. И таким образом я в этом году буду подписывать все растения. Они, мне кажется, более прочные. На них много, побольше информации можно поместить. Потому что здесь можно записать не только номер, под которым находится растение, но и название самого сорта. Хотя бы кратко его написать. Потому что когда я делаю обзоры на сорта в конце сезона, то я должна еще и рассказать вам, как росло это растение. То есть, какое растение было от посева до сбора урожая. Вот таким образом я подготавливаю бирку. Подписывать буду тем же несмываемым, перманентным фломастером эти бирочки. Будет все отлично. Все, я сейчас буду заниматься посевом огурцов, цветочков, базилика и так далее. Все, что я вам показала. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Всем пока!